Истина Истина, над которой напрасно трудились Величайшие мастера человеческого познания Впервые открылась моему уму Я не решусь защищать эту мысль Но я не хотел бы от нее и отказаться Из этого я исхожу Я уже предначертал для себя путь Которого намерен держаться Я вступаю на него И ничто не должно мне мешать Двигаться по этому пути Кант самый выдающийся философ Он повлиял и на вас Хоть вы и не читали его Изобразить историю жизни Иммануила Канта трудно Ибо не было у него ни жизни, ни истории В жизни Канта ничего не происходило Ровным счетом ничего Но представляет ли вообще жизнь философа Какой-нибудь интерес? Город Канта Кёнигсберг К началу 18 века Территория по берегам реки Брегель Была разделена границами трех городов Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт В оживленный порт Стекался мастеровой лют со всех уголков Германии Приезжали торговцы из Восточной и Западной Европы Молодежь для учебы в местном университете Альбертина В городе квартировал военный гарнизон В 1724 году три города объединяются в один С официальным названием Королевский прусский столичный город-резиденция Кёнигсберг В этот же год родился самый великий сын старого города Иммануил Кант 22 апреля 1724 года В семье Иоганна Георга и Анны Регины Кант Появился на свет долгожданный мальчик Родители, уже потерявшие двух детей При крещении нарекли ребенка Библейским именем Эммануэль Что в переводе означает «С нами Бог» Позже Кант изменил написание имени Но до конца жизни носил его с гордостью Анна Регина была матерью девяти детей В те времена, конечно, не каждый ребенок выживал Но и она сумела выходить шестерых Двух мальчиков и четырех девочек И Кант вспоминал о тех прогулках Которые они совершали по философской дамбе И там с мамой смотрели на растения Она им рассказывала, рассказывала о природе Узнавали они голоса птиц И по вечерам смотрели в звездное небо Отсюда, собственно, начинается Постоянное обращение Канта к звездному небу Всякий, кто в ясную ночь наблюдает звездное небо Замечает на нем светлую полосу Которая дает ровный свет Получивший название Млечного пути В бесконечной дали существует еще много таких звездных систем Здесь нет конца Здесь бездна подлинной неизмеримости Перед которой бледнеет всякая способность человеческого понимания Отец Канта – седельный мастер балтийских кровей из Мемеля Мать – немка, родом из Нюрнберга Родители стали первыми духовными ориентирами в жизни маленького Канта Никогда, ни одного раза мне не приходилось слышать от моих родителей Чего-либо неприличного или видеть что-либо недостойное Хотя религиозные представления того времени и понятия о том, что такое добродетель и набожность Были весьма неясны, но соответствовавшие им вещи были найдены Пусть говорят что угодно о пиетизме Но люди, относившиеся к нему серьезно, были люди почтенные Они обладали наивысшим возможным для человека спокойствием, веселостью, внутренним миром Не смущались никакими страстями, не боялись никакой нужды, никаких преследований Словом, всякий наблюдатель невольно должен был уважать их Семья Канта исповедовала пиетизм – протестантское религиозное течение Где личное благочестие, общение с Богом и праведная жизнь Ценится выше соблюдения церковных обрядов Воспитывая Канта в духе глубокой веры, строгости и нравственной чистоты Мать часто читает ему Евангелие и берет на проповеди приходского пиетистского пастора И семейного духовника доктора теологии Франца Альберта Шульца Никогда не забуду своей матери Она взлелеяла во мне первые зародыши добра Она открыла мое сердце впечатлением природы Она пробудила и расширила мои представления И ее поучения оказывали постоянное спасительное воздействие на мою жизнь Видя одаренность сына, Анна Регина отдает его единственного из своих детей Учиться в королевскую гимназию Фридрихс-Каллегиум Пастор Шульц становится первым наставником Канта, поддерживая его в тяжелые годы учебы Спустя пять лет Анна Регина умирает Трепетную любовь к матери Кант пронесет через всю оставшуюся жизнь А ее обручальное кольцо и фамильную брошь станет носить постоянно в память о ней Фридрихс-Каллегиум – самая престижная гимназия Кёнигсберга Порядок обучения в королевской школе строгий, почти монастырский Учения без каникул, латынь, греческий и древнееврейские языки – обязательная программа Каждый урок начинается молитвой, за непослушание секут розгами Из школы Кант выносит стойкое неприятие костного фанатизма и показной религиозности Желание Эммануила исполнить мечту матери и стать священником тает с каждым днем Многие думают, что детство было самым лучшим и приятным временем их жизни Но это не так Это самые тяжелые годы Поскольку тогда человек находится под гнетом дисциплины И редко может иметь настоящего друга, а еще реже – свободу В 1740 году на престол королевства Прусского вступает Фридрих II Великий Просвещенный монарх, король-философ, покровитель наук и искусств В годы его правления основным авторитетом в области философии объявлен христиан Вольф Ученый-энциклобедист, малооригинальный последователь Готфрида Лейбница и его философии рационализма Естественные науки в этот период развиваются под влиянием гениальных открытий Математика, физика и астронома Исаака Ньютона В науке о природе я сам следую Ньютону, если только можно сравнить малое с великим В мировоззрении Канта отразились и переосмыслились главные открытия приходящей эпохи – эпохи просвещения Кант утверждал, что просвещение нельзя отнести к прошлому, но оно должно достигаться каждый день Просвещение – это выход из незрелости, той незрелости, с которой человек сталкивается постоянно В 1740 году 16-летний Кант поступает в Кёнигсбергский университет Учебное заведение носило имя Альбертина по имени герцога Альбрехта, основавшего его в 1544 году Здание университета находилось на острове Кнайпхоф и примыкало к собору, образуясь с ним единый комплекс Обучение проходило на трех высших факультетах – богословском, юридическом и медицинском И на одном низшем факультете философии В студенческие годы определяется круг научных интересов Канта Наряду с философией и теологией он изучает математику, физику и прикладные науки Под руководством профессора философии Мартина Кнутцина И, конечно же, доктора теологии Франца Альберта Шульца Прежде всего Кант был физиком Он был человеком своего времени и изучал практически все науки Сам я по своей склонности исследователь Я испытываю огромную жажду познания Неутолимое беспокойное стремление двигаться вперед Или удовлетворение от каждого достигнутого успеха Став студентом, Кант съезжает на съемную квартиру Это облегчает финансовое бремя семьи после смерти матери Средств на жизнь не хватает И уныша подрабатывает репетиторством А также играет на деньги в карты и на бильярде В 1746 году Кант отдает в печать первую работу Неудачный труд по физике, мысли об истинной оценке живых сил в природе Экземпляр книги студент посылает Альбрахту Галлеру Швейцарскому ученому и поэту Другой в Петербург, математику Леонарду Эйлеру Но обращение Канта к мировому научному сообществу остается без ответа Вместо него приходит колкая эпиграмма Лессинга Затея явно не под силу, Кант учит целый свет Живые измеряют силы, а собственные нет Если даже тысячу раз ошибаешься в каком-нибудь смелом начинании То все же выгода, которая отсюда будет получена для познания истины Будет гораздо более значительной, чем если всегда идти по протаренному пути В том же 1746-м умирает отец Канта Из-за отсутствия средств Эммануил вынужден оставить учебу, не получив диплома И отправиться в провинцию в качестве домашнего учителя Сначала к трем сыновьям пастора Андерша в деревню Ютшин Спустя три года на его попечении снова три мальчика На этот раз в доме майора фон Хюльзена Знаковым для Канта стало третье учительское место В семействе графа Кайзерлинг под Тильзитом И в особенности знакомство с графиней Шарлоттой Каролиной Амалией фон Кайзерлинг Одной из умнейших и образованнейших женщин 18 века В доме графа и графини Кайзерлинг Кант познакомился с литературой Получил доступ к прекрасным книгам И там же он обрел те аристократические манеры Которые отличали его в течение всей его жизни Хорошие манеры и есть искусство не высказывать своих глубинных чувств и мыслей И этим искусством необходимо овладеть Житейская мудрость требует также, чтобы мы были сдержанны Но и не вовсе бесчувственны Человек должен научиться настолько управлять своими склонностями Чтобы они не приобретали силы страстей Но чтобы он мог обходиться без того, чего он лишен В течение 30 лет до самой смерти графини Эммануил Кант остается близким другом И желанным гостем в доме Кайзерлингов Из 9 лет преподавания в прусской глубинке Философ выносит бесценный опыт наблюдений За нравами различных слоев общества И неподдельный интерес к педагогике Человек может стать человеком только путем воспитания В воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы Дети должны воспитываться не для настоящего, но для будущего Возможно, лучшего состояния рода человеческого В 1754 году Кант возвращается в Кёнигсберг и привозит с собой объемную рукопись Труд по астрономии Кант приходит к выводу, что ньютоновской идеи всемирного тяготения Достаточно не только для того, чтобы объяснить, как движутся планеты Но и показать, как возникает мир И в своей важнейшей, фундаментальной работе Всеобщая естественная история и теория неба Кант как раз и развертывает вот эту теорию происхождения Звезд, планет, галактик, метагалактик Я представляю себе материю Вселенной в состоянии всеобщего рассеяния и полного хаоса Я вижу, как на основе всем известных законов притяжения Начинает формироваться вещество И как благодаря отталкиванию видоизменяется его движение Есть ли основания не верить, что природа, сумевшая перейти из хаоса К закономерному порядку и строгой системе Способна с такой же легкостью восстановить себя из нового хаоса Канту удалось за 150 лет до появления реальных больших телескопов Сделавших крупные астрофизические открытия Открытия в космологии Предвидеть их И та гипотеза о небулярной То есть из туманности сотворенной Солнечной системе В 20 веке продолжала входить во все и школьные, и академические учебники по астрономии В возрасте 30 лет Эммануил Кант представляет на философский факультет Альбертины магистрскую диссертацию об огне Защитив за год три диссертации Он получает ученую степень магистра словесных искусств С правом читать лекции в качестве приват-доцента Внештатного преподавателя без жалования С этого времени наука становится смыслом жизни Канта Но преподавать в университете он сможет лишь спустя 15 лет Магистр начинает чтение лекций И они имеют большой успех Лекции делятся на публичные, бесплатные, приватные для небольших групп И приватнейшие, индивидуальные занятия В первые годы Кант ведет 4-6 различных предметов одновременно Подготовка к лекциям и чтения отнимают все время и силы Я сижу ежедневно у наковальни моей кафедры И кую тяжелым молотом мои похожие друг на друга лекции в одинаковом такте За 41 год преподавания в университете Кант прочитал 268 лекционных курсов В числе которых, кроме энциклопедии философских наук Логика, метафизика, этика, антропология, физика, математика, право, педагогика, механика, минералогия, теология и даже фортификация и пиротехника Кант очень нравился своим ученикам И практически у всех из них остались положительные воспоминания о его занятиях и лекциях Его открытый, созданный для мысли лоб выражало веселье и радость Его остроумие – молнии, сверкавшие среди бела дня Он умел облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму Каждое свое мнение он излагал необычайно ясно Когда речь шла о морали, Кант становился красноречивым оратором Часто он доводил нас до слез Казалось, что Кант был одушевлен небесным огнем Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу А именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире И из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком Среди учеников Канта множество значимых людей в мировой истории Видных деятелей немецкой науки и культуры Таких как губернатор города Кёнигсберга Теодор фон Гиппель И министр юстиции прусского королевства барон Карл фон Седлиц Философы Йоганн Гердер, Эммануил Фихте И северный маг, философ-мистик Иоганн Гамман Во время Семилетней войны лекции Канта посещают Будущий фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов И великий полководец Александр Суворов, навещающий отца генерал-губернатора Кёнигсберга И даже знаменитый немецкий сказочник Гоффман, будучи студентом Альбертины, учился у Канта Особая гордость ученого — авторский курс физической географии Впервые Кант стал преподавать этот предмет как отдельную дисциплину Не имея учебников, не путешествуя, Кант создает энциклопедическое описание земной поверхности, флоры, фауны и жизни народа в четырех континентах Еще при жизни конспекты его лекции с успехом продаются, а незадолго до смерти выходят отдельной книгой География — фундамент истории Я черпал из всех источников, отыскал множество всевозможных сведений Я просмотрел наиболее основательные описания отдельных стран и все относящиеся к данной теме Я привел в некоторую систему Пусть судят о том, допустимо ли оставаться несведущим в этих вещах, не нанося ущерба званию ученого Живой интерес к изучению Земли Кант сохраняет на всю жизнь Он исследует минералы и различия человеческих рас Открывает механизмы образования пассатов и муссонов Описывает причины землетрясений и приливов Во второй половине XVIII века русское королевство активно раздвигает свои границы силой оружия Череда войн за увеличение территории прокатывается по стране В 1756 году Фридрих II развязывает Семилетнюю войну В результате которой уже спустя два года Кёнигсберг занимают русские войска Вместе со всеми кёнигсбергцами Кант присягает на верность русской короне Новое правительство завоевывает симпатии горожан пышными празднествами и балами Активно участвуя в жизни города, магистр приобретает репутацию светского философа Он часто обедает в гостях, охотно посещает театр и лишь изредка концерты Музыке не достает вежливости Она распространяет свое влияние дальше, чем требуется, как бы навязывается И тем самым ущемляет свободу других Мне кажется, что всякий муж предпочитает хорошее блюдо без музыки Музыке без хорошего блюда За ученость в сочетании с утонченным вкусом, обходительностью и светским лоском Канта называют элегантным магистром Быть модным – это дело вкуса Того, кто даже считает достоинством не придерживаться моды, называют чудаком Все же лучше быть всегда дураком по моде, чем дураком не по моде Элегантный магистр пользуется вниманием прекрасного пола В 1762 году его расположение настойчиво добивается 23-летняя жена банкира Шарлотта Якоби Дорогой друг, вас не удивляет, что я решаюсь писать вам, великому философу Я надеялась увидеть вас вчера в моем саду Но мы с подругой обыскали все аллеи и не нашли нашего друга под этим небосводом Претендую на ваше общество завтра в послеобеденное время Я слышу, как вы говорите «Да, да, конечно, приду» Ну, хорошо, мы ждем вас, мои часы будут заведены Вместе с подругой я посылаю вам воздушный поцелуй У вас в Кнайпхофе воздух тот же, и мой поцелуй не потеряет свою симпатическую силу Брак Шарлотты распадается, но пылкие чувства молодой женщины остаются без ответа Когда мне могла понадобиться женщина, я был не в состоянии ее прокормить А когда я был в состоянии ее прокормить, она уже не могла мне понадобиться Кант с успехом читает лекции для русских офицеров Поэтому он снова предпринимает попытку добиться кафедры Магистр словесных наук Эммануэл Кант умоляет всеподданнейший ваше императорское величество Всемилостивейше пожаловать ему освободившуюся кафедру логики и метафизики Прошение Кант отправляет лично императрице Елизавете Петровне в Петербург Однако решение о назначении оставляется за местной властью Губернатор Корф просто отдает место более пожилому кандидату Вскоре расточительного и недальновидного Корфа сменяет талантливый администратор Василий Суворов А спустя год пришедшая к власти после дворцового переворота Екатерина II И вовсе отдает Кёнигсберг обратно к королю Фридриху После возвращения Кёнигсберга Пруссии условия жизни магистра Канта остаются ограниченными и скудными Острая нужда в средствах заставляет искать приработок Не оставляя чтения лекции, ученый становится хранителем кабинета природы И частной минералогической коллекции в одном из садов Кёнигсберга А с 1766 года с радостью занимает скромную должность помощника библиотекаря в библиотеке Королевского замка А клад библиотекаря невелик Но Кант получает свободный доступ к 16 тысячам томов замечательных книг Так нужных ему для научных изысканий Кант был человек книги Всю свою жизнь он провел с книгами, читал книги и жил в своем собственном мире книг Он пытался по-новому разработать, соотнести между собой, классифицировать проблемы, которые были представлены в книгу, которые он читал Книга Эмиль Руссо была для Канта настольной книгой И очевидно, что Кант хорошо знал Руссо и читал его произведения После прочтения книг французского мыслителя происходит нравственный переворот в мировоззрении ученого Куманизм Руссо лег в основу кантовского категорического императива нравственности Было время, когда я презирал чернь ничего не знающую Руссо исправил меня Указанное ослепляющее превосходство исчезает Я учусь уважать людей Человек есть цель сама по себе То есть никогда никем не может быть использован только как средство Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, как к цели И никогда не относился бы к нему, только как к средству Он полагал, что сама природа человека, природа человеческого сознания, человеческого разума Такова, что она дает ему возможность свободно ставить перед собою любые цели Любые, сколь бы сложными они ни были Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать то, без чего можно обойтись Более того, надо знать, что невозможно Еще в 1764 году Кант получает предложение занять кафедру в университете Но кафедру поэзии и красноречия Это решило бы все материальные проблемы, но Кант отказывается У него есть цель, и он твердо следует намеченному пути В 1769 году Кант отклоняет выгодное предложение занять кафедру теоретической философии в Орлангене Спустя год он отказывается от места профессора философии в Йенне Все это достойные предложения, но они предполагают переезд, а Кант предпочитает оставаться в Кёнигсберге Кант провел всю свою жизнь в Кёнигсберге и отвечал на все предложения отказом Так как исходил из того, что он может наблюдать весь мир из этого пункта Возможно, он даже боялся, что если он пойдет куда-либо в другое место То может быть изменится его перспектива взгляда на мир И ему будет сложнее его систематизировать Большой город, центр государства, в котором находятся правительственные учреждения И имеется университет Город, удобный для морской торговли Где говорят на других языках и где царят иные нравы Такой город, как Кёнигсберг на Прегеле Можно признать подходящим местом для расширения знания и человека, и света Весной 1770 года указом короля Успешно преподающий и пользующийся всеобщим признанием магистр Кант Назначен ординарным профессором логики и метафизики Спустя более чем 15 лет Кант получает желанную философскую кафедру Альбертины И тут же ставит перед собой новую, высокую цель Дайте человеку все, что он желает И в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все Последующие 10 лет жизни Кант посвящает работе над произведением Которому суждено перевернуть всю мировую философскую систему В начале 70-х годов Кант ведет обширную переписку Среди адресантов философа Иоганн Лафатер Швейцарский писатель и поэт Иоганн Ламберт Физик, философ и математик, повторивший открытие Канта о Млечном пути Как о скоплении звезд Карл фон Цедлиц, прусский министр А также один из лучших друзей и учеников Философ Маркус Герц Письма — единственные свидетельства этого времени Ведь голос Канта в печати умолкает на целых 10 лет На долю человеческого разума выпала странная судьба Его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться Но в то же время он не может ответить на них Так как они превосходят все его возможности Поле битвы этих бесконечных споров называется метафизикой Волею судеб я влюблен в метафизику Хотя она лишь редко выказывает мне свое благоволение Канта рассмышлял о том, что существует мир, в который мы только приходим А есть человек, есть ли исследователь, этот мир существует То есть существуют вещи в себе Существуют они сами по себе Но когда мы говорим в себе, то подчеркиваем, что они замкнутые Что пока они недоступны нашему познанию И вот тогда Канта и ставит вопрос Что я могу знать? И он дал прекрасный ответ, глубокий ответ В своей книге «Критика чистого разума» Мой дорогой друг, я работаю теперь над книгой Где пытаюсь подробно разработать отношения основных понятий и законов Которые определяют чувственно воспринимаемый мир За эту зиму я изучил весь необходимый для этого материал И теперь я в состоянии изложить критику чистого разума Через три месяца я закончу первую часть Вы напрасно старательно ищите в каталоге ярмарки известное вам имя После всех затраченных усилий Самое простое для меня было бы выступить с какой-нибудь работой из тех, что лежат почти готовыми Да только я зашел так далеко в своем стремлении перестроить науку Над которой так долго впустую трудилась добрая половина философского мира Что я уже вижу в своих руках понятия, полностью раскрывающие неразгаданную пока загадку Я не потерял надежды закончить работу к Пасхе Меня со всех сторон упрекают в бездействии, в котором я в течение длительного времени якобы пребываю Тогда как в действительности я никогда еще не работал с такой систематичностью и с таким рвением Впрочем, думаю, что к Пасхе не справлюсь Критика чистого разума все еще как камень на дороге препятствует всем вынашиваемым мной в уме планам и работам И теперь я занят тем, чтобы убрать его Однако, полагаю, еще этой зимой покончить с этим Метафизика по своей сущности и конечной цели представляет нечто законченное Необходимо излагать или все, или ничего Все же, надеюсь, к лету закончить Проходят годы, а книга все не складывается Напряженная работа мысли днем ночью оборачивается бессонницей и дурным сном Из-за плоской и узкой груди, затрудняющей работу сердца и легких Я предрасположен к апохондрии, которая в юности граничила с отвращением жизни Химеры, порождаемые этой болезнью, это не обман внешних чувств А ощущение собственного состояния души Образы в мозгу часто приобретают тягостную силу и длительность В апохондрике сидит какой-то недуг, вследствие чего больному мерещится, будто у него почти все болезни, о которых он только слышит Состояние во многом сходно с состоянием помешанного Хотя большой беды в этом еще нет Космологические идеи, связанные с ними противоречия и разума, более всего способствуют пробуждению от догматического сна В 1778 году Кант получает настоятельное приглашение от министра Цедлица занять кафедру философии в Галле С трехкратным увеличением оклада и титулом надворного советника Кант отказывается Выгода и признание не имеют для меня большого значения Величайшая обязанность философа быть последователем Но именно это встречается реже всего В кругу философов сообщение о новой революционной книге Канта встречает лишь смех Вряд ли можно этого ожидать от дилетантов философии Страна познания – это царство истины, окруженное бушующим океаном Этим средоточием иллюзий, где туманы и льды кажутся новыми странами И, постоянно обманывая пустыми надеждами жаждущего открытий, втягивает его в авантюры, которые он не может довести до конца Я прекрасно вижу все эти затруднения и все же не падаю духом Я сознаю силу встающих передо мною препятствий и все же не унываю Со слабой надеждой пустился я в опасное путешествие и уже вижу очертания новых стран Наконец, в мае 1781 года книга выходит За 12 лет работы небольшой трактат превратился в том на 856 страниц Книга продается плохо, тираж хотят пустить на макулатуру Канта не понимают Критика Канта для меня жесткий ломоть Не знаю, зачем вся эта тяжелая паутина Критика стала для меня критерием здоровья Я едва отваживаюсь приняться за произведение, пожирающее нервные соки Если бы Кант был прав, мы были бы неправы Но так как это невозможно, ибо нас много, и мы такие умные, образованные и принципиальные То совершенно очевидно, что неправ Кант, что и требовалось доказать Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире Кто любит и не согласных с его образом мыслей Должно показывать заблуждение разума человеческого с благородным жаром, но без злобы Скажи человеку, что он ошибается и почему, но не поноси сердце его и не называй безумцем Язык Канта сложно понять, а сегодня еще сложнее Потому что с тех пор, как он писал свои труды, немецкий язык претерпел множественные преобразования Однако есть специалисты, которые могут перевести Канта Есть хорошие анализы творчества Канта Есть интересные труды, в которых развиваются идеи Канта, начиная с Гегеля и заканчивая современной философией Однако проблема остается Читать Канта в оригинале очень и очень сложно Пытаясь устранить проблему непонятности критики, Кант пишет новую книгу Про легомены или предварительные замечания ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука Однако вскоре становится очевидно, что без прочтения критики пролегомены бесполезны Спасение приходит с неожиданной стороны Один из учеников Канта, Франц Шульц, пишет популярное изложение его «Теория познания», а уже в 1787-м выходит второе издание критики С этого времени распространение кантовской философии становится неудержимым Критика выдерживает шесть тиражей еще при жизни Канта Кантианство начинает преподавать с кафедр, тем самым поставив окончательную точку в спорах о жизнеспособности кантовского учения В 1785 году выходит «Метафизика нравов», утвердившее торжество категорического императива универсального нравственного закона В 1786 году напечатаны «Метафизическое начало естествознания», где Кант указывает философские основы механики, физики и других естественных наук В 1888-м написана «Критика практического разума», где исследованы основные вопросы этики и провозглашается свобода воли 1790-й год третьей кантовской критики Критики способности суждения, где философ закладывает основания эстетики Одна за одной появляются книги, статьи, рецензии, образующие в совокупности единую систему Систему критической философии Эммануила Канта Весной 1784 года проходит публичное чествование философа, отметившего 60-летие Подарок друзей и студентов – памятная медаль На лицевой стороне малопохожий портрет юбиляра с ошибкой в имени На обратной – пизанская башня и сфинкс Прозрачные намеки на неустойчивость и странность кантовской системы Медаль Канту не понравилась Гораздо больше радости приносит ученому подарок, сделанный самому себе В 1784 году, в возрасте 60 лет, Кант покупает дом Двухэтажный восьмикомнатный дом вдовы художника Беккера Находился на улице Принцессинг-штрассе и примыкал к Королевскому замку В собственном доме Кант устанавливает неизменный порядок С множеством строгих правил и ограничений У каждого есть свой собственный способ быть здоровым Отступать от которого нельзя, не подвергая себя опасности Будучи взрослым, он много экспериментировал Наконец выбрал тот распорядок дня, которому следовал всю свою жизнь И в результате он действительно сумел вести не просто здоровый образ жизни Он сумел управлять своим организмом Он, как об этом свидетельствуют его современники Мог даже усилием воли остановить простуду или прекратить головную боль Система гигиенических правил Канта проста Держать тело в холоде, меньше спать, самому себя обслуживать И заниматься философией В часы работы мыслителя в доме стоит гробовая тишина Каждый день Эммануила Канта начинается в 5 часов утра Будет философа старый слуга Мартин Лампе Прослужившую Канта более 40 лет Завтрак ученый заменяет несколькими чашками слабого чая Либо гораздо более вредного, но любимого кофе Лампе часто пренебрегает своими обязанностями Что доставляет Канту массу неприятностей Но сменить слугу консервативный хозяин дома Решается лишь за два года до смерти Утренние часы, самые плодотворные Обычно посвящены работе над книгами Или подготовке к лекциям Лекции начинаются обычно в 7 часов утра В это время приходящая прислуга Начинает подготовку к главному событию дня Кантовскому обеду Тонкий знаток кулинарии Кант планирует написание критики кулинарного искусства Я желал бы, чтобы само искусство кухарки было поставлено серьезнее Следовало бы, чтобы молодым девицам преподавали поварское искусство ученые-повара Точно так же, как танцмейстеры преподают им танцы Первое даже важнее последнего Кант говорит о женщинах очень благожелательно Но не выходит из рамок вот этой провинции Немецкой провинции Где место женщины было в рамках трех К Кирха, Кюхе и Киндер Женщины очень участливые, добросердечны и сострадательны Прекрасные они предпочитают полезному Женскому полу свойственны слабости Глупцы насмехаются над ними А умные ясно видят, что они как раз и служат рычагом для того, чтобы направлять мужчину И использовать его для достижения своих целей Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе никакой примеси и отвращения Это отдых после работы Кант был человеком, о котором можно было с полным правом сказать Он сделал себя сам Из этой семьи ремесленников он поднялся к высотам духа и перешел, а это важно было для общества того времени, в другую социальную группу Сделать предложение к женщине из аристократических кругов для него было немыслимо Остальные были ему уже неинтересны Он жил как холостяк, старый холостяк, но в дружбе он был другим Это был человек, который жил для других людей и думал с другими людьми Среди друзей Канта коммерсанты Грин и Моторби, военный советник Шефнер, философы Краус, Ринг и Еше, математик Гензихен, врач Яхман, богослов Хассе и многие другие замечательные жители Кёнигсберга Еще в студенчестве, критикуя внешнюю политику Англии, Кант получает вызов на дуэль от оскорбленного англичанина Иосифа Грина Убедив соперника в правоте своих взглядов, Кант обретает ближайшего друга на долгие годы Дорогие друзья, друзей не существует Дружба – это проявление приятных чувств по отношению к одному человеку И она радует того, на кого направлено, но безусловно и то, что при этом теряется непредвзятость и свобода воли Обед – единственная трапеза, которую разрешает себе философ Достаточно плотная, с хорошим вином, тремя переменами блюд и обязательным десертом Она начинается ровно в час и продолжается 4-5 часов Кантовский обед подчинен особым правилам Начало трапезы возвещает фраза лампы – суп на столе Общество за обеденным столом, включая самого хозяина, от 2 до 6 человек Не меньше числа граций и не больше числа мус Кант приглашает гостей разного сословия и разного возраста Но всегда моложе себя, считая это залогом интересной беседы Философ угощает бузинной настойкой собственного приготовления, а иногда сам варит друзьям кофе Застольная беседа – великое искусство Нельзя допускать, чтобы в обществе разгорались страсти Застольный разговор – игра, а не дело Надо уметь говорить со всеми, а не только с соседом Нельзя допускать длительной тягостной для всех тишины Закончить любые дебаты лучше всего шуткой Она не только примеряет противоположные мнения Но, вызывая смех, способствует лучшему пищеварению В 7 часов вечера Кант совершает свой ежедневный мацион Знаменитая ежедневная кантовская прогулка пользуется особым вниманием горожан Пунктуальность Канта входит в поговорки и анекдоты Горожане сверяют по нему часы, а неизменный маршрут кантовских прогулок называют философской тропой Обязательная конечная точка – крепость Фридрихсбург Вечерние часы обычно посвящены легкому чтению Предпочтение Канта – поэзия и сатира Философ читает латинских авторов в подлиннике и, конечно же, перечитывает Руссо Ровно в 10 вечера Эммануил Кант отправляется ко сну Такой распорядок дня остается неизменным до самых последних дней его жизни В 1793 году, несмотря на запрет государственной цензуры, Кант издает книгу «Религия в пределах только разума», где критически переосмысливает основы христианской морали Пожилому ученому грозит отставка, но он не преклонен Наш век есть подлинный век критики, которой должно подчиняться все Поставив под сомнение логические доказательства Средневековья, он сформулировал такое доказательство бытия Божия, которое пока никто опровергнуть не может А как же объяснить, что у всех людей, во все времена, во всех народах и во всех культурах, при всем разнообразии поведенческих моделей Сохраняется единое нравственное начало И Кант делает замечательный вывод Это можно объяснить только божественным существованием Бог, как объективное начало Как трансцендентное начало Кладывает свою природу, частицу своей природы В человеческую природу Мы говорим, что человек создан по образу Божьему В первую очередь Нравственность является отображением этого божественного образа И никакой эволюции, никаким влиянием среды невозможно объяснить происхождение нравственности В 1794 году Кант получает тайный указ Фридриха Вильгельма II, присланный как последнее предупреждение С величайшим неудовольствием мы заметили, что вы злоупотребляете ваши философии Для искажения и унижения многих основных учений Святого Писания и христианской веры Мы были о вас лучшего мнения Вы сами должны понять, как безответственно действуете Если вы осмелитесь сделать нечто подобное впредь Это приведет к самым неприятным последствиям Отречение от своего внутреннего убеждения есть низость Но молчание, в случае подобном настоящему, есть долг подданного Долг! Ты возвышенное великое слово В тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям Ты требуешь подчинения и устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу И даже против воли может снискать уважение к себе Кант пишет дипломатичный ответ Где обязуется публично воздерживаться от высказываний о религии Но после смерти короля публикуют позорную переписку Одновременно с трудностями в Германии приходит признание из России В 1794 году Санкт-Петербургская Академия Наук отмечает заслуги Канта По повелению светлейшей и могущественнейшей государыни-императрицы Екатерины II Всеярусь и самодержицы провозглашаю Эммануила Канта Профессора философии в Кёнигсберге Муж знаменитейшего, достойного всяческого отличия за его славные успехи в науках По всеобщему решению всей Петербургской Академии Иностранным членам этого общества И надлежащим образом жалую его почетом, привилегиями и милостями Дарованными корпорацией академиков В начале XIX века, чувствуя упадок сил Кант сокращает время и маршрут своих прогулок Горожане все еще сверяют по нему часы, но время Канта на исходе С 1801 года философ гуляет только по Королевскому саду Заметив, что в одном из мест Кант останавливается отдохнуть Горожане ставят лавочку специально для него Редкие поездки в экипажа сопровождает толпа желающих Увидеть великого философа, возможно, в последний раз К началу 1803 года Кант прекращает прогулки А к концу года уже почти не встает Смерть всегда застает нас в пути Нас муки каждый день терзают Любой легко пересчитает, кому нас больше жаль Раз месяц 30 дней включает, то меньше всех нас огорчает Конечно же, февраль Профессор Эммануил Кант скончался 12 февраля 1804 года в 11 часов В возрасте 79 лет и 10 месяцев И был похоронен в профессорском склепе в общей могиле Значит, гражданская панихида была в этом зале И когда вынесли его гроб, солдат, как по легенде говорится Увидел чистое голубое небо, по которому маленькое облачко шло Он сказал, вот, душа Канта пошла в пух Судьба могилы Канта не менее удивительна, чем его жизнь Спустя пять лет после смерти на месте склепа Сооружается мемориальная стоя Кантиана Прогулочная галерея с бюстом Канта В 1880 году останки Канта извлекают и хоронят отдельно А над могилой философа возводится часовня в псевдоготическом стиле Часовня просуществовала до 1924 года Когда мемориал Канта, наконец, приобретает современный вид Строгий, лаконичный кантовский портик архитектора Ларса В 1944 год, налетом близкой авиации Был нанесен бомбовый удар по центру города Кенигсберга Значит, от острова Кнайков и, если там, Альштад Были практически уничтожены Я не хочу рассказать о тех ужасах Это ужасы войны А самое главное, это то, что в осень войны, когда принимались неоднократные решения о сносе собора Кант оставался тем символом, который не давал возможности разрушить до основания собора С начала 90-х годов было проведено полное восстановление собора И он стал общегородским культурным центром В рамках реконструкции приобрела довоенный вид и могила философа Потом было общее такое решение, что сделать музей Канта именно в стенах собора, в башенной части Это единственный музей Канта, который существует в мире Где мы пытались собрать все, что есть о Канте Знания его теории, они находят отклики и на сегодня Поэтому мы считаем, что этот музей должен существовать И много других вещей связано с именем Канта Очень много других Ну, а самое главное, что это имя не ушло никуда, не умерло Оно осталось жить в стенах в имени Калининградского государства университета имени Канта Современный Калининград – город-хранитель кантовского наследия Этот город, с одной стороны, отделен от всего остального мира И в то же время в нем живет дух, благоприятствующий космополитизм И легко представить, как Кан совершал свои прогулки вдоль реки И, возможно, формировал идеи так, как не мог это сделать в стенах дома Я думаю, здесь в какой-то степени сохранился дух Канта И углубляя эту мысль, можно сказать, что люди, которых я здесь встретил Действительно стремятся сохранить космополитичность Самая сильная вера Канта – вера в человека и его способности И потому снова и снова обращаются люди к вечным кантовским идеям нравственности, мира, добра и красоты Что продиктованы они самой жизнью, жизнью великого учителя человечества Эммануила Канта Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением И тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне То и другое, как бы покрытое мраком и любезною, находящееся вне моего горизонта Я не должен исследовать, а только предполагать Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok